Наверное, много было тех, которые говорили и об истории, и об обычаях и так далее перед этой аудиторией. Как мне сказали, каждый четверг вы собираетесь. Я попытаюсь сегодня на лекции показать, как и история, и многие обычаи и так далее влияют на психологию народа. Не знаю, насколько у меня получится это, но я постараюсь, по крайней мере, какие-то подходы на каких-то особенностях национального характера осетины, на психологических особенностях осетин, остановиться. Одно дело, наверное, это обычаи, традиции, знания истории, а другое дело, как мы осознаем свои психологические особенности, как они отражаются на нас. И, возможно, какие-то, может быть, вместе продумаем. И как мы построим? Вы сначала выслушаете потом вопросы или по ходу, да? Ну, давай, кстати. Ну, так, да. Значит, сегодняшняя тема у нас будет, попытаемся поговорить об этнопсихологических особенностях осетин или национальных, особенностях национального характера стиль. А мы же говорим о особенностях национального характера. Ну, проблема того, что люди разных этносов или разных наций отличаются друг от друга по своим каким-то нравам, поведению, чертам, характера. Вот. И мы это все знаем. И это было замечено давно. И, конечно же, и древние мыслители пытались понять, а с чем же связано вот то, что люди разных племен, разных народов отличаются друг от друга. И еще, начиная с Геродота, были эти попытки сделаны. И первый, наверное, кто пытался объяснить причину этого, это был Геродот. И он объяснял это географическими факторами, геоклиматическими факторами. И вот на протяжении всей мысли, научной мысли, попытки понять природу этнопсихологических различий, географический фактор или геоклиматический фактор, он начинает от Геродота и до сих пор он сохраняет свою актуальность. Поэтому первое, на чем мы остановимся кратко, это как географические факторы повлияли на формирование, ну, скажем, особенностей тяжелого мне, по крайней мере, сейчас говорят, но на те, которые я почувствовал, попытался объяснить. Ну, первое, это, наверное, мы все знаем о том, что для характера стил или в психическом складе, или в национальном характере стил преобладает такая особенность, как ущельское самосознание, которое преобладает над общенациональным самосознанием. Когда стилы встречаются, они первое, что говорят, коскомойда. И вот уже коскомойда, это значит чуть ли не родственники. С чем это связано? Это связано прежде всего с тем, что этногенеза стим, после того, как, ну, мы знаем, татаро-монголы, тимуры и так далее, загнали в горы, вот этногенез на протяжении, ну, 400 или почти 500 лет происходил каким образом? В разных достаточно изолированных ущельях. Они были настолько изолированы, что вот Каллоев пишет о том, что даже летом по тропинке в ущелье могли разъехаться только два всадника, и то не могли разъехаться. Особенно изолированным было западное ущелье, Дегорское ущелье. Поэтому вот эта особенность этногенеза, то есть как географический фактор, мы его говорим, сформировала у осетин вот эту особенность преобладания ущельского самосознания над общеостинским самосознанием. Возможно, это не единственный фактор или не единственная причина, но это один из основных формирований вот этого, это этнопсихологической особенности осетин. Как это отражается на сегодняшней жизнедеятельности осетин, мы их знаем. Дальше, если говорить о географическом факторе, давайте посмотрим. Вообще, хочется сказать, что когда мы говорим об этнопсихологических особенностях, то мы должны исходить из того, что это те особенности, которые сформировались не сейчас, не сто, не двести лет тому назад, а на ранних этапах этногенеза. На ранних этапах этногенеза. И в силу определенных причин, механизмов, одни говорят историческая память, другие говорят силу традиции, но мне больше нравится понятие архетипическая память. Вот в силу этого они сохраняются. Поэтому вот изначально развитие любого этноса, оно шло на определенной территории. И географические факторы определяли что? Те формы хозяйственной деятельности, которым занимался тот или иной народ. Наши предки, мы знаем, дальние предки занимались чем? Скотоводством, да? Кочевники были. Кочевники были. И вот кочевой образ жизни, кочевые формы деятельности накладывают на, как форма деятельности, что? Определенные требования предъявляют к человеку. Он должен быть такой. Если это земледельцы, то это предъявляет к людям определенные требования. Вот так сложилось, что они живут на территории, где надо заниматься земледелием. Охотой не позанимаешься, рыболовцем не позанимаешься, земледелием. Но эта форма деятельности предъявляет человеку что? Определенные требования. Если это общество охотников, рыболовов, то каждая форма предъявляет что? К человеку определенные требования. Допустим, если это земледельцы, то какие требования предъявляет? Он должен быть каким? Сдержанным, коллективистом, уметь работать в общине, в обществе, в племени. Обладать такими качествами, как рациональный ум, терпеливость, расчетливость. Почему? Весной сажаешь, работаешь, только осенью ты получаешь урожай. Получив урожай, ты его должен распределить таким образом, чтобы что? Хватило до следующего урожая. То есть это одни требования. Если же это общество охотников или это кочевники, то другое дело. Там больше ориентация на что? На инициативность самого человека, на его самостоятельность, на умение принять решения, оценить ситуацию, на развитие больше тех качеств, которые, назовем, индивидуальные возможности. И вот Берри пишет, да и не только он, и наши этнографы пишут о том, что общество обычно изгоняло тех людей, а иногда даже физически устраняло, которые нарушали что? Те формы деятельности, или не могли участвовать в тех формах деятельности, которые есть. Поэтому если посмотреть, то вот те формы хозяйственной деятельности, кочевой образ жизни и так далее, которые занимались в силу определенных наши предки, конечно, это формировало что? Определенные личностные качества. Более поздний период, более поздний период, вот смотрите, суровые условия, горы, на одной охоте не прокормишься. И пытались заниматься чем? Земледелием. Знаете, что такое террасное земледелие, да? Терраса горная, вот она. Вот, в мешках или как-то там выкладывают камни. Потом в этих же мешках носят что? Землю, чтобы какую-то террасу вырвать у природы. Вот. И там сажали зерно, занимались так земледелием. Но горные условия, то сель, то камнепад, все сносило. Вроде бы какой труд должен был, какой труд прилагался? Огромный. А это сформировало остин трудолюбия? Можем мы сказать, что остины трудолюбивые? Ну, под большим вопросом, да? Под большим вопросом. Ну, парадокс, да? Очень трудолюбивый. Парадокс вроде бы. Но с другой стороны, в психологии есть определенная какая-то закономерность. Чтобы сформировалось какое-то качество, вот, качество, необходимо не только прилагать труд, но и получать результат. Положительное подтверждение нашей деятельности должно быть. Если это положительное подтверждение есть, формируется качество. Если нет, то нет. Поэтому этносы, в которых очень благоприятные условия, там в год без особого труда 2-3 урожая, они тоже не трудолюбие. Почему? А там труд не прилагает. Конечно, результат есть, а труда нет. Там не формируется трудолюбие. У Астин же, наоборот, труд был большой, а что? В результате. Да. Поэтому, вот, опять-таки, вот, эти условия сформировали то, что труд прилагался, а трудолюбие как бы не сформировалось. Поэтому все так? Почему? Поэтому не трудолюбие? Нет, это один из факторов, я говорю, потому что второй, можно здесь сказать о том, что, в принципе, в принципе, забегая вперед, я хотел бы там как о другом факторе говорить. Астин были народ воинственным, поэтому в социализации молодежи в основном была направлена на формирование войн, а работник это уже во вторую очередь. Поэтому и психология Астин не только трудолюбие не сформировалась, но такое вот пренебрежительное отношение к труду, потому что основное в социализации, это было, конечно, воинская направленность социализации. Вот. Вы это хотели услышать? Ну, не совсем там, там же не совсем так получается. Старшее поколение, оно без работы минуты не сидит. Нет, мы сейчас говорим не о сегодняшнем, мы говорим о том, ну, мы сейчас подойдем и к этому, но раз мы договорились в конце задавать вопросы, давайте, если хотите, можно и в процессе. Но тогда просто вы не уловите логику того, о чем я говорю. А так, ради Бога, помечайте вопросы и потом, в силу возможности, я на них на всех попытаюсь ответить. Вот. Ну, несмотря на то, что вот на протяжении всей, вот как я уже говорил о географическом факторе, много говорили и так далее, и я не говорю, что я сейчас исчерпал, вот, и моя задача сегодня не столько, наверное, показать, вот, астины такие или такие, а показать то, что какие факторы влияли, как влияли, почему влияли и так далее. Спасибо.